В Москве состоялось ралли исторических автомобилей столицы 2021. Шестой финальный этап Кубка Гран-Тура на ретро-машинах в структуре Кубка РАВ. Последнюю гонку приурочили к важной дате – 80-летию обороны Москвы. И оно все соткано из единичек, связанных именно с этой датой. Потому что мы стартуем из легендарного места. Это Центральный музей вооруженных сил Российской армии. Мы проедем по местам памяти Москвы. Маршрут включал театр Советской армии, места, где были сбиты немецкие самолеты и даже воинскую часть – 147-ю автобазу Министерства обороны. На старт вышли 60 экипажей на самых разных машинах. Ведь есть всего одно условие – чтобы автомобиль был старше 30 лет. Конечно, самая большая линейка, наверное, это Мерседесов. Около 20 автомобилей. Есть Альфа-Ромео, Ситроены, Лянчи, Фольксвагены, Роллс-Ройсы. Конечно, не обойтись здесь без нашей классики. Это и Жигули, и Москвичи, и Победы, и ГАЗ-21. Вот, скажем, Родион Газманов приехал на ралли на Фольксвагене «Жук» 70-го года выпуска. Эта машина уже приносила ему победы. Например, однажды экипаж назвали лучшим дебютом сезона. Сегодня это уже не дебют, поэтому, возможно, меньше шансов на награды, потому что люди, которые участвуют в гонках, готовятся очень серьезно. И здесь много участников с опытом участия в международных гонках. Милли-милли и так далее. Вот, но просто интересно здесь, на самом деле, быть. А Елена Батурина выступила на легендарном Мерседесе «Крыло Чайки». Они с подругой сформировали женский экипаж. В дальнейшем планируют вместе покорять международную арену. Мы участвовали в различных ралли на старых автомобилях раньше с моим мужем, с ее Михаилом Блужковым. Это были больше даже международные ралли, чем наши российские. Автомобили стоят, их надо прокатывать, их надо показывать. Это красота, это произведение искусственное. Нельзя произведением искусственного наслаждаться в одиночку. И хотя это гонка, где оценивается водительское мастерство, умение работать с навигацией и хронометрией, главной целью, которую ставили перед собой организаторы ралли, было подарить незабываемые эмоции. А их участники и зрители получили сполна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!